привет друзья с вами снова алексей я снова на моем любимом месте вы меня тоже узнаете это очень красивое место здесь много птиц водоплавающих я об этом уже рассказывал но сегодня я хочу поговорить о некоторой проблеме дело в том что именно я хотел поговорить о охране природы понятно что глобально это проблем сейчас пока еще не решится потому что люди многие вообще к этому относится так наплевательски а если говорить о серьезных организациях которые загрязняют природу и так далее но тем более и все же я этот вопрос немножко исследовал скажем так что говорить о других если нужно начинать с самого себя нашел интересную статью на одном портале украинском за 14 апреля по сути год назад двадцатого года за костры теперь грозят серьезные штрафы меня вообще этот вопрос интересовал ведь с детства все мы привыкли что у нас мы выходим в поле там полим костры но потом со временем конечно же даже это рекомендуется использовать мангалы потому что мангалы безопаснее гораздо меньше места он практически его нету риска возгорания окружающей листвы и стерни там может быть травы какой-то кустарника так вот дело то что здесь говорится что новые серьезные штрафы установил принятый ну скажем так верховная рада определенный закон в частности номер 2339 такой закон интересно что этим законом вносятся даже изменения в уголовный кодекс а также кодекс об административных правонарушениях то говорится что в частности увеличиваются штрафы за загрязнение воздуха и уничтожение или повреждение объекта растительного мира и там статьи номер 241 245 уголовного кодекса украины так вот что тут немножко говорится что не потушенный лесном массиве костер может обернуться штрафом от полутора тысяч до четырех более чем четырех с половиной тысяч это еще мелочи оказывается сжигание сухих листьев населенном пункте или в окрестностях карается штрафом от трех с половиной тысяч до более чем шести тысяч гривен но тут даже дело не в том что наказание ведь тут говорится о том что во первых когда горят там трава пример да вот особенно если в городе накапливаются всякие вредные вещества этим оказывается и негативно влияет на здоровье людей а если говорить о поле там примеру от посадки а то же самое стерне то когда идет пожар или там даже огонь неконтролируемый то ведь от этого и почва гораздо меньше потом родит и погибают различные виды флоры и фауны это тоже известный факт поэтому тут говорится что оказывается были составлены определенные такие вот правонарушения надо говорится что и штрафы так вот оказывается что в некоторых случаях даже когда пожар идет дальше распространяется и например там посадка выгорает и там блога там каких-то бассивов связано там налогах то даже от 300 до 500 минимальных облагаемых налогом доходов граждан или же там от двух до пяти лет лишения свободы то есть понятно что очень серьезное наказание за эти нарушения поэтому подумал что действительно ведь принципе можно обойти зачастую без костров просто взять в меру с собой термос пищевой термос для пищи и в принципе гораздо можно лучше даже безопасно отдохнуть конечно в случае когда нет вообще ветра в принципе как бы тут я так понял что можно но опять же нужно очень осторожно нужно снять дёрну чтобы как бы не было вокруг листвы там несколько метров вокруг да там не листвы и там не палочки ничего сухого что могло бы загореться нужно выкопать яму дали того чтобы костер был углублений не такой сильный но все-таки ветер есть достаточно такой ощущаем очень ощутимый так вот тоже была статья интересно что можно ли вообще быть верным в контролируемость этого процесса когда из-за ветра какая-то маленькая веточка полетит попадет на сухую траву и начнется пожар который уже возможно даже невозможно потушить и потом будет вызываться и пожарные машины это может быть да и ну что то еще то есть прямо что в любом случае должен быть очень осторожным я лично для себя сделал вывод что не буду парить костры максимально если это если возможно зачем как бы во-первых нарушать законности стены вы плюс вообще-то неправильно ну конечно если место где мы полностью можем контролировать диету там сухой листы чего-то еще то тогда уже конечно при должном внимании это вполне возможно вот хотел об этом немножко сейчас поговорить но сейчас я планирую немножко перекусить как обычно свои любимые блинчики на это раз еще там блинчики со сладкой начинкой ну и буду запивать из термоса который недавно купил новый термос у него и статьи недостатки но я немножко об этом поговорю чуть-чуть попозже другом видео вот такой термос фирмы terra incognita это китайская фирма в принципе неплохая и у него есть как плюсы так и минусы об этом расскажу немножко в другом видео всем пока